6 июля, Международный день поцелуев. В этот день, конечно же, хочется обнять и поцеловать своих родных и близких. Но есть один момент, который в память остается, но всегда. Это первый поцелуй. Сегодня попробуем узнать у жителей нашего города, когда он был, с кем он проходил, и каковы самые главные условия для того, чтобы первый поцелуй состоялся. Пойдемте. Скажите мне, пожалуйста, помните ли вы свой первый поцелуй? Да. А где он был? В Самаре с моим молодым человеком, который потом стал мужем. А какие должны быть созданы идеальные условия для идеального первого поцелуя? Любовь. То есть только по любви должно быть? Да, только по любви. А еще, если вы готовитесь к первому поцелую, знаете, есть такой старый-старый совет. Им еще Брежнев пользовался. Тренируйтесь на помидорах. Помните ли вы свой первый поцелуй? Из параллельного класса был мальчишка. А какой был класс? Ну, 11-й, наверное. Помните свой первый поцелуй? Да. Где он был? На протяжке. На протяжке. А на каком свидании? Секретик. Каким должен быть идеальный поцелуй первый? Что должно сойтись? Какие-то условия, может быть, еще что-то? Чувства должны быть. Какие? Настоящие, искренние. Да. А какой совет бы дали молодым, которые готовятся к первому поцелую? Что надо сделать, чтобы первый поцелуй состоялся? Ну, чтобы посерьезнее были к этим поцелуям. Не зря родители говорили, что тренировать первый поцелуй лучше всего на помидорах. Ну, а если вы все-таки решились сегодня или завтра или послезавтра этот первый поцелуй таки совершить, друзья, помните, создайте романтическую обстановку. И главное, питайте чувства к человеку, с которым вы целуетесь. Всех с праздником! Для вас про поцелуи выясняли Кирилл Осенин и Владимир Лисик.